Антицепь – это такое множество элементов, что никакие два не сравни. Антицепь – это такой набор элементов порядочно множества, что никакие два из них не сравни. Ну, например, в нашем множестве из четырех элементов такая есть единственная антицепь, кроме одноэлементов. Это просто вот эти два. Порядочный множество – это некоторый язык. Сейчас я хочу привести пример задачи, которую можно решить с помощью этого самого языка, как бы почти автоматически. Сначала я скажу теорему на языке упорядоченных норм. Ну, это вот будет трудный момент, но все-таки я хочу рассказать что-нибудь менее тривиальное, не просто определить какую-нибудь теорему. Если частично упорядоченное множество больше, чем m, m элементов, но m, n – я в три числа. То есть есть m плюс один несравнимые элементы, то есть можно выбрать m плюс один элементов, которые друг с другом вообще несравнимые. То есть можно выбрать m плюс один элементы, что они уже друг с другом линейно упорядочены, что они все друг с другом сравнимые. Ну, вы можете догадаться, как это называется. Ну, если это было антицеп, то это называется цепь. Ну хорошо, давайте, чтобы привыкнуть к этой теореме, расходим какие-нибудь частные случаи. Пусть, как самый простой случай, пусть m равно 1, n равно 1. Что тогда оно утверждает? Что если в множестве больше одного элемента, то либо есть два сравнимых, либо два несравнимых. Антицепь символически можно представить себе так, что есть какие-то элементы, ни один из них не больше никакого. А цепь можно себе наоборот представить вот так, чтобы все эти элементы в каком-то порядке расположены. Почему, если в множестве больше одного элемента, то либо есть два несравнимых, либо два попарно сравнимых? Это очевидно, только надо сказать почему. Если там больше одного элемента, то значит хотя бы два. Ну, возьмем эти два элемента, которые там есть. Есть три варианта, либо этот меньше, либо этот больше, либо они несравнимые. Значит, если он меньше или больше, то есть цепь. А если они несравнимы, то значит вот это же. Есть антицепь. Ну, давайте какой-нибудь еще тривиальный случай рассмотрим. Просто, чтобы понять условия. Ну, допустим, m равняется 1, а n равняется 2. Значит, если больше двух элементов, то либо 2 несравнимых, либо 3 сравнимых. Ну, если больше двух элементов, то значит хотя бы 2. Подождите. Возможно ли, чтоб все три были несравнимы? Возможно, чтоб все три несравнимы? Возможно, чтоб все три несравнимы? Но ясно тогда, что среди этих трех несравнимых легко найти два несравнимых. Вы знаете, как это доказать? Так, хорошо, а кто-нибудь еще знает? Можете объяснить, как это доказать? Понятно ли, в чем утверждение? Что если есть больше двух элементов, если три больше элементов, то либо среди них есть 2 сравнимых, либо 2 несравнимых, либо 3 сравнимых. Попробуйте просто начать рассуждать. Вот если больше двух элементов, то есть 3 элемента. Какие есть варианты? Либо 2 из них несравнимые. Если 2 из них несравнимые, какие бы 2 хотя бы несравнимые, то все. То мы уже, значит, доказали это. А если таких нет, то они все сравнимы? Если таких нет, то что значит? Что любые 2 сравнимые. Значит, есть 3 элемента, которые сравнимы все друг с другом. Но если все три элемента сравнимы, то среди них этих сравнений можно найти наименьшее. А среди них больше. Но это отдельный такой простой факт, что если линейное упорядоченное мужество, то оно всегда просто имеет в виду такой цепочки. Конечные. Потому что в нем всегда есть максимальный элемент. Мы знаем. И этот максимальный элемент будет наибольшим. Значит, он уже больше всех. Но потом берем оставшийся максимальный элемент. Он тоже будет наибольшим и засадочным. И мы такого порядочим. То есть, если есть 2 несравнимых элемента, то все хорошо. А если они все несравнимых нет, а все любые пары сравнимы, то тогда вы на ней образуете 3 сравнимых элемента. Ну хорошо. Теперь давайте иначе. Иначе. М равно 2, n равно 1. Значит, если больше двух элементов, то либо 3 несравнимых, попало двух с другом. То есть, 3-3 такая антицепь из трех элементов. Либо цепь из двух элементов. Как это доказать? Это тоже очевидно, только надо сказать. Правильно. У нас получается есть 2 несравнимых элемента. Добавляем еще один. Либо он ни с каким из них не сравним, и тогда у нас выполняются условия. Либо он сравним. Сейчас. Значит, сначала возьмем 2 элемента. Если они сравнимы, то они уже образуют цепь. Да. Тогда вообще дальше ничего не надо говорить. Если пары сравнимых элементов нету и цепи найти нельзя, значит, все 3 элемента, если из них цепь никакой не получается, то значит, что все 3 не сравнимы. То есть, тут вообще, как бы, тоже доказывать нечем. Теперь нам придется перейти к трудному случаю. Можно рассмотреть случаи, когда это единицы и произвольные, но давайте рассмотрим два нетривиальных случая. То есть, у нас есть больше 4. То есть, 5 элементов каких-то есть. И утверждается, что всегда есть либо цепь из 3 элементов, либо антицепь из 3 элементов. То есть, либо 3 элемента, которые друг с другом не сравнимы, либо 3 элемента, которые все попарно сравнены. Давайте я расскажу решение без разбора случаев. Значит, оно имеется, и оно будет годиться в общем случае. Пусть у нас имеется 5 элементов таких, множество. Рассмотрим в нем максимальные элементы. То есть, те, больше которых нет. Сколько их может быть? Ну, хоть 5. Но тогда нам нечего доказывать, потому что максимальные элементы, мы знаем, они все друг с другом не сравнили. Значит, в случае, когда есть антицепь из 3 элементов, уже, значит, если их больше 3, 3 или больше, то все хорошо. Мы можем не волноваться. Значит, остается случай, когда максимальных элементов не больше 2. Может быть 1, может быть 2. 0 не может быть, кстати, потому что максимальные всегда есть. Есть какие-то там 1, может быть 2 максимальных элемента. А можно сказать, что их не может быть 0. Давайте их выбросим. Останутся 3 элемента, по крайней мере. Да. Возьмем среди них максимальные. Вот этих уже нету. Возьмем максимальные среди оставшихся. Тоже 2. Есть ли их 3? Он будет меньше, чем на те и 2. То тоже все хорошо. Значит, надо рассматривать случай, когда их там 1 или 2. Надо показать, что есть цепь из 3 элементов. Почему она есть? Вот у нас здесь может быть 1 или 2 элемента, и здесь 1 или 2 элемента. Кто-то должен остаться. Один элемент будет меньше всех. Какой-то элемент был здесь. Меньше. Теперь, вот пока мы эти 2 не выбросили, он не был максимальным. Значит, его можно было увеличить до, мы знаем, что если элемент не максимальный, его можно увеличить до максимального. Значит, такой-то он больше по комнате. Теперь, этот элемент, он среди оставшихся максимальный. Но изначально он не был максимальным. Значит, его можно было до какого-то увеличить. Ну, все оккуется. Все оккуется. Теперь, как доказывать в общем случае? Как вот надо найти, если у нас надо найти либо n плюс 1 несравнимых элементов, либо n плюс 1 попарно сравнимых. Мы будем тогда отправить от 1 до m группки. Какие именно группы? Ну, то, что у нас. С чего мы начинаем? Ну, например, мы взяли в начале группы 1 или 2. Ну, каких элементов? Мы в нашем обществе рассмотрим максимальный элемент. Антицепь максимум из зеноэлементов. Ну, мы не просто возьмем антицепь, рассмотрим элементы, которые максимальны. В самом множестве. Сколько бы их ни было, они обязательно образуют антицепь. Если там есть тем элементов, то уже дальше доказывать нечего. Значит, можно рассматривать случай, когда сливки из нашего сообщества, прямо те, лучше которых нету. Там меньше m элементов. Теперь их выкинем. Из оставшихся снова возьмем такие сливки с осетрину второй свежечки. Сливки второго сообщества. Максимальные среди оставшихся. Их тоже будет не больше n, потому что иначе, если их больше m... Таких множеств будет точно n, потому что m умноженное на множество элементов больше n. Каждый раз мы забираем не больше, чем m умноженное, иначе у нас уже была бы антицепь. Иначе, по крайней мере, уровней должно быть, по крайней мере, даже больше n плюс 1. Потому что n не хватит, если всего n уровней, то в каждом уровне не больше n. А дальше теперь из этих n плюс 1 уровней мы идем снизу и постепенно строим цепь. Каждый из этих элементов сам по себе не был максимальным, пока мы не выбросили предыдущую. Значит, он меньше кого-то из этих. И так мы постепенно найдем цепь. Вот такая странная абстрактная задача. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...